Мы часто задаемся вопросом. Фильм или книга? Ливанов или Камбербэтч? А может, Роберт Дауни-младший? Или Питер Кушинг? Или при чтении Артура Конан Дойла у вас возникает свой образ эксцентричного сыщика чуждого эмоций? Кажется, в последние годы киноиндустрия как никогда одержима бесконечным воспроизводством чужой интеллектуальной собственности. Каждый год на больших и малых экранах появляются не только бесчисленные сиквелы и ремейки, но и экранизации. Литература и впрямь подарила кинематографу немало увлекательных сюжетов, но вместе с тем культуру постоянного сопоставления, экранизации с их оригиналами и болезненное отношение фанатов к любимым произведениям. В этом видеоэссе мы не сможем однозначно ответить, что лучше, фильм или книга. Но попробуем разобраться в том, какие типы экранизаций существуют, как их создатели пытаются перенести сложные литературные миры на экраны, и почему не стоит обижаться на то, как экранизации обходятся с первоисточниками. Что это? Ступый, что это? Сегодня популярность экранизации нередко связывают с кризисом оригинальных идей в индустрии. Но это не вполне справедливо. Поток экранизации отнюдь не новое явление. Они стали появляться едва ли не с самого рождения кинематографа. Первые игровые фильмы, собственно, и были чаще всего адаптациями популярных литературных текстов. Например, сказок Шарля Перро, детективных историй Артура Конан Дойла или фантастических романов Жюли Верна. Поскольку сценарное ремесло только начинало складываться, знакомые сюжеты были удобным подспорьем для первых кинозрителей. Ведь в отсутствие звука и долгих экспозиций они могли сразу подключиться к зрелищу на экране. Литература и кинематографы по сей день находятся во взаимовыгодном сотрудничестве. Удачная экранизация может быть точкой входа в мир того или иного произведения и увеличить продажи романов. Кинематографисты, в свою очередь, иной раз пользуются популярностью какого-то литературного цикла, чтобы привлечь в кинотеатры новую аудиторию. Для продюсеров наличие популярной книжной основы во многом гарантия прибыли. Иногда экранизация и оригинальные произведения настолько тесно сплетаются в сознании зрителей, что уже становятся немыслимы по отдельности. Случается, что сами писатели прикладывают руку к сценарию, чтобы точнее воспроизвести события и улучшить отдельные моменты. Экранизацию вряд ли стоит считать упрощением книги. Скорее, это способ, в том числе и для писателя, сделать ее более лаконичной, посмотреть на нее с новой стороны и устранить некоторые шероховатости. Как и столетия назад, создатели экранизации хотят привлечь в кино как поконников оригинальных произведений, так и тех, кто с ними не знаком. Поэтому перед сценаристами и режиссерами встает сложная задача. Сделать фильм соответствующим первоисточнику, чтобы не отпугнуть фанатов, но вместе с тем достаточно увлекательным и понятным для неподготовленного зрителя. При этом важно помнить, что экранизация – это в любом случае интерпретация произведения. Его пересказ более или менее далекий от оригинала. Можно выделить несколько видов экранизаций по степени их близости к оригинальной книге. Буквалистская или музейная стремится максимально точно сцена в сцену воспроизвести сюжет первоисточника, побочные линии, героев и даже детали интерьеров. Такая экранизация предполагает преимущественное сохранение основы литературного оригинала, его сеттинга и ключевых мотивов. Другой вариант – это свободная экранизация. В ней от оригинала остаются лишь общие очертания. Произведение в целом более-менее узнается, но подвергается существенным изменениям. Добавлению новых сюжетных линий, игнорированию некоторых событий оригинала, вплоть до переноса времени и места действия. Свободные экранизации, пожалуй, представлены в кино и на телевидении ярче всего. Наверняка среди ваших любимых фильмов есть парочка таких. Король Лев, например, при тщательном рассмотрении оказывается тайной экранизацией Гамлета. А «Апокалипсис сегодня» является мастерским переложением повести Джозефа Конрада «Сердце тьмы» на реалии Вьетнамской войны. Не говоря уже о «Хоббите», в котором Питеру Джексону удалось расширить маленькую сказку до размеров полноценной трилогии, насытив содержание взрослыми темами, порочностью власти, проблемами маленького человека и запретной любовью. Такие экранизации нужны для того, чтобы сблизить современного зрителя с текстом первоисточника и сделать его актуальным. В отдельную категорию стоит выделить экранизации, которые содержательно конфликтуют с текстом оригинального произведения. Делается это для того, чтобы вступить в диалог с первоисточником и подсветить в нем проблематичные места, которые требуют переосмысления. Так «Звездный десант» в представлении Пола Верховена становится не милитаристской агиткой с ксенофобными мотивами, какой виделась режиссеру одноименной книга фантаста Роберта Хайнлайна, а едкой пародией на нее. Для многих режиссеров литература представляет удобную песочницу, набор выразительных образов, которые можно пересобрать для собственного высказывания. Например, в фильмографии Стэнли Кубрика или Дэвида Финчера редко встречаются фильмы, не основанные на уже известных сюжетах. Но вряд ли кто-то станет уличать этих авторов вне оригинальности. Вместе с тем, их экранизации настолько далеко отстает от первоисточников, что просмотр не сможет заменить чтение. Творческие возможности кинематографа достаточно широки, чтобы экранизировать практически что угодно. История кино знает немало примеров адаптаций, по общему мнению, неадаптируемых авторов. Например, Томаса Пинчуна или Виктора Пелевина. Есть даже экранизация поминок по Финнигану, модернистского романа Джеймса Джойса, который традиционно считается едва ли не сложнейшим текстом из когда-либо написанных. Другой вопрос в том, что далеко не все литературные произведения нуждаются в экранизации. Например, типографские эксперименты, вроде тех, что можно встретить в романах Марка Данилевского, или Джонатана Сафрана Фойера, несмотря на увлекательность их историй, вряд ли нужно или, возможно, адекватно перенести на экран. И от создателей требуется находить кинематографические аналоги литературных приемов. Фильмам ярче удается передавать действия, а изображение внутренней жизни персонажей лучше получается у романов. Проблема кино в том, что любое трепетно описанное автором книги «Внутренние переживания героя» в фильме необходимо как-то показать. Либо через физические действия, либо, например, через костюмы и декорации. Впрочем, существует несколько чисто кинематографических эффектных приемов, позволяющих проиллюстрировать работу психики или воображения. Лихорадочный монтаж и всевозможные формальные решения, которые визуализируют метафоры и передают самоощущение героя. Нередко такие эпизоды решаются с помощью цветового сегментирования. Например, краски постепенно исчезают, когда герою становится грустно. Похожей целью часто служат сцены со сновидениями и воспоминаниями. Или субъективная перспектива повествования, когда одно и то же событие мы можем видеть с разных точек зрения. Эти типичные литературные приемы хорошо перекладываются на язык кино. Не стоит забывать и о том, что в кино мы можем буквально увидеть мир героя его глазами и в определенном смысле услышать его. Но самый простой способ ввести зрителей во внутреннюю жизнь героя, часто используемый в экранизациях, это закадровый голос. Закадровый голос позволяет в том числе и комментировать для зрителя происходящее на экране. Лучше всего многообразие таких приемов видно на примере экранизации андеграундной литературы, вроде Пироуза или Хантера Томпсона. В страхе ненависти в Лас-Вегасе Терри Гиллиам прибегает к нестандартным планам и свободной операторской работе, чтобы передать нестабильное состояние героев. Обет на гишом Дэвида Кроненберга, виртуозно переплетающий некоторые элементы оригинального романа и биографию самого писателя, предлагает своего рода карту сознания Пироуза и метакомментарий о двойственной природе литературы, застывшей между сном и явью. Не будь такой фантазий, будь мощным. Смешай мне. Особую нишу сегодня занимают проекты, основанные на документальной литературе. Чего стоят только бесчисленные тру-краймы от Netflix. Но это, кажется, больше говорит о переменах во вкусах читателей, ведь нон-фикшн сейчас воспринимается не менее увлекательно, чем художественные романы. Вряд ли кто-то сможет без подсказки ответить, что «Вокс Уолл-стрит» или «Последняя дуэль» — это экранизации не художественной литературы. Особенность документального жанра в том, что он часто сообщает фильмам некоторую публицистичность и познавательность, что сближает их скорее с журналистскими материалами, нежели с художественным кино в привычном его понимании. Публицистичность материала, впрочем, не отменяет того, что сценаристы, работающие над такими проектами, обращаются в первую очередь к историям с очевидной драматургией и объемными героями, за которыми зрителю было бы интересно следить. Чтение толстых романов сегодня — особое удовольствие, сродни походу в театр или прослушиванию оперы. Оно требует определенной внутренней настройки. Неудивительно, что продюсеры возвращают на экраны преимущественно динамичные произведения с хорошо узнаваемыми образами, вроде «Приключений Оливера Твиста» или «Трех мушкетеров». А психологически проработанные произведения Анна Каренина или «Великий Гэтсби» оголяются до базового сюжета и игнорируют многие нюансы внутренней жизни героев. Если телевизионные экранизации могут потратить много времени на подробную экспозицию и знакомство со сложным устройством вымышленного мира, то киноэкранизациям, даже таким размашистым, как «Властерин колец», неизбежно приходится ужиматься. Одни герои выпадают из повествования, другие совмещают в себе черты нескольких персонажей из книжного оригинала. Психологические изменения героев ослаблены в пользу большего динамизма и выражены в действии, а не на словах. Из-за этого ситуации конфликты драматизируются, чтобы сделать их выразительными. Хотя кинотрилогия имитирует эпическую поступь оригинала, структура повествования в ней менее разветвленная. Версии Питера Джексона приближены к нормам современного голливудского блокбастера с более-менее строгим делением на акты и преобладанием двух магистральных линий. Во «Властелине колец» есть главная линия «Хоббиты несут кольцо в Мордор» и дополнительная – о возвращении короля Гондора. Исходя из этого, спрямлено все повествование, в котором, например, не осталось места Тому Бомбадилу. Это вновь подчеркивает преимущество телевидения в вопросе экранизации толстых романов. Просмотр сериала, в принципе, лучше соответствует процессу чтения. И его, и роман мы чаще всего потребляем порционно, в то время как фильм смотрим в один присест. Поэтому разумнее будет сказать, что кино по форме тяготеет скорее к рассказу или повести, а сериалы – к роману. Ведь телевизия, не в отличие от кинематографа, может эффективно работать с несколькими равнозначными, независимыми друг от друга сюжетными линиями. Впрочем, даже «Игра престолов», пока она не оторвалась от оригинала, оказалась не в состоянии в точности воспроизвести тексты Джорджа Мартина. Произошло это в силу культурных и технологических особенностей эпохи. Несмотря на большие бюджеты и революционность в плане изображения насилия и секса, создателям «Игры престолов» приходилось усмирять фантазию писателя. Телевизионные возможности для переноса фантастических миров Мартина даже сейчас отнюдь не безграничны. Создатели экранизации постоянно сталкиваются с экономическими и культурными рамками. Если писатель ограничен только своим воображением и свободным временем, то режиссерам и сценаристам приходится считаться социально-политическим контекстом, в котором появляется экранизация, и финансовыми ресурсами студии. Достаточно взглянуть на две версии Лолиты – Стэнли Кубрика и Эдрина Лайна. Кубрику, чей фильм вышел в начале 60-х, когда нравы американцев только начинали раскрепощаться, об интимном приходилось говорить с намеками. Лайн же свободнее обходился с материалом и мог снимать более откровенные сцены, не боясь цензоров. Что, впрочем, не уберегло его версию от проблем с прокатом. Дю, например, того, насколько сложно бывает экранизировать простой на первый взгляд сюжет, не потеряв при этом важные нюансы. Дэвид Линч под давлением студии во многом снимал ответ «Звездным войнам», поэтому его версия носит отчетливо развлекательный характер. Телевизионная же адаптация вынуждена потеряла в масштабе, приблизившись формально скорее к телеспектаклю, нежели к полноценному фильму. В свою очередь, Дани Вильнёв превратил многослойный роман Фрэнка Герберта в политико-экологический триллер. В итоге лучшая дюна, возможно, так и осталась неснятой в мегаломанском проекте режиссера Алехандр Ходоровский. Важно понимать, что экранизации снимаются не для книг и их авторов, а для зрителей. Поэтому не стоит удивляться тому, что адаптации все больше и больше отходят от достоверности и полного соответствия оригиналам. Создатели начинают чаще прибегать к слепому кастингу и допускают больше фантазии в представлении той или иной исторической эпохи. Экранизации предполагают коммерческий успех, поэтому продюсерам невыгодно ориентироваться на архаичные культурные нормы. Ведь такие экранизации могут плохо продаваться. Впрочем, слепой кастинг и другие художественные условности были всегда, но на них редко обращали внимание. Например, мало кто помнит, что Рэд из Шоушенко, сыгранный Морганом Фриманом, у Стивена Кинга был ирландцем по происхождению. Но на статус фильма это никак не влияет. Впрочем, куда чаще случалось обратное, и представители этнических меньшинств играли белые актеры и актрисы. Литература и кинематограф давно находятся в тесном сотрудничестве. Пусть оно не всегда равнозначно. Иногда фильм получаются лучше книги. Иногда выигрывает первоисточник. А иногда фильм полностью вытесняет оригинал. Бывает и так, что фильм немыслим без книги, и наоборот. Кажется, залог успешной экранизации вовсе не в точном следовании исходному тексту. Или в полном отрицании переосмысления оригинала. А в полноценности и самодостаточности кинематографического произведения. Чтобы фильм был понятен и интересен как поклонникам оригинала, так и новым зрителям. Но даже если экранизация и получилась неудачной, это не повод расстраиваться. Однажды написанная книга все равно останется с нами навсегда. Кино и литература связаны не только экранизациями, но и тем, как фильмы и книги адаптируются под развитие технологий. И еще сто лет назад, чтобы посмотреть премьеру, надо было идти в кинотеатр. Затем появились телевидение, VHS-кассеты и DVD-диски, стриминговые сервисы. Все эти форматы сделали кинопросмотр максимально удобным и комфортным. Точно так же и литература адаптировалась под меняющуюся реальность. Сейчас любимую книгу можно найти не только в бумажном варианте, но и послушать в аудиоформате или прочесть в удобном приложении. И если тысячи фильмов и сериалов вы можете посмотреть на Кинопоиске, то интересную книгу легко найти в книжном сервисе BookMate, который появился в Яндекс.Плюсе. В BookMate каждый найдет что-то для себя. И новинки, и классику, и произведения, которые часто экранизируют. Возможно, это тот формат, который будет удобен именно вам. Ведь главное, что есть в кино и литературе – увлекательные, честные, необычные истории. А это остается неизменным, как и где бы вы их ни смотрели, слушали или читали. Субтитры создавал DimaTorzok